Конфликт случился в понедельник, 10 сентября, на перемене перед последним уроком. В итоге 11-летний Илья, имя мальчика по просьбе родителей мы изменили, получил тяжелую травму головы. Он сидел на уроке, ему стало плохо, он упал. Учительница решила литературой, что он уснул. Разбудила она его, растолкала. Он очнулся, сидел и дальше сидел, продолжал. Весь класс засмеялся. Второй раз мальчик потерял сознание уже на пришкольной территории. Прохожие привели ребенка в сознание и завели в школу. Медработника в учебном заведении не оказалось. Вызывать скорую дежурный тоже не стал. Медик не дежурит? Медик у нас сейчас в отпуске. Здравствуйте. Позже спустился классный руководитель. Педагог попросил учеников проводить пострадавшего до дома. Кстати, сейчас он находится в больнице с сотрясением головного мозга. Ситуацию взял на контроль Следственный комитет края. В рамках проверки будет дана правовая оценка как действиям лиц, причинивших вред здоровью несовершеннолетнему, так и сотрудникам общеобразовательного учреждения, которые не предприняли достаточных мер к урегулированию конфликта между учащимися и не предотвратили травмирование школьника. Следователи вынесут процессуальное решение не позже середины октября. Елена Макаренко, Евгений Плохотин. Наши новости.